Уже хочется написать президенту, честное слово. Тогда я посмотрю на наших ченкенских чиновников, в каком виде они предстанут вообще в дальнейшем. Неужели непонятно, что терпение, оно имеет свойство когда-то заканчиваться? В чем дело? Земельный комитет. Я попросил ответить. Тишина. Все, все забыто. Диалог между недропользователями и представителями госорганов получился жарким. Предприниматели недовольны жесткими условиями. Они уверяют, что Управление предпринимательства и природопользования не желает идти им навстречу. Жалуются собравшиеся на труднодоступность получения информации. Мол, уполномоченные органы не реагируют на жалобы или всячески затягивают с ответами. Мы попросили просто сведения у экспертной комиссии. Общую информацию. Поэтому мы попросили, вот сюда написали письмо и прокуратуру обратились. Пожалуйста, вот это я закон знаю, вы знаете меня. Вот представьте себе, приходит другой человек, который не может достучаться до НПП и не может свои претензии предъявить нормально. Вот представьте себе, что с ними творится. Вот я добиваюсь, я к вам обратился в начале и варят. Сегодня почти конец и варят. Поставили недоровики под сомнение и законы с контрактов. Они предусматривают платежи по добыче общераспространенных полезных ископаемых в иностранной валюте. Первое обращение у нас гласило так. Прошу поднять валюту. Так как мы, ну скажем так, если сказать, мы не живем в пространстве США или долларовом пространстве. Мы живем в пространстве тенге. Как госорган мне может, интерпольдик или другим, да, диктовать условия долларов, как бы, платить? Где у вас долларовый счет в каждой части? Это первое. Где у меня долларовый счет в тенге, на территории Казахстана? Оно запрещено с законом. В этом вопросе чиновники согласились с предпринимателями. Они отметили, что вопрос требует тщательного рассмотрения. Во-первых, да, эта функция к нам перешла с начала 2015 года. С тех пор было заключено контракт 20, 28, если не ошибаюсь, все они были указаны в тенге. До этого времени, да, были контракты, которые, некоторые биты, которые перешли с ТПИ на ОПИ, там было с министерства на местный исполнительный орган, там было указано долларовые контракты, они у нас есть. И помимо этого, вот, на самом деле, чувствовать, около 50 контрактов, на данный момент около 50 контрактов у нас в области окажены долларом. Эту ситуацию, конечно, надо урегулировать. Предприниматели также просили уполномоченные органы пересмотреть штрафные санкции, которые налагаются как в случае перевыполнения плана по добыче общераспространенных полезных ископаемых, так и в случае невыполнения. Для урегулирования этого вопроса нужно внести изменения в действующее законодательство. В ходе встречи, которая длилась больше часа, собравшись, успели обсудить ряд важных моментов, которые, по мнению предпринимателей, мешают разработчикам недр. Как оказалось, большая часть озвученных проблем была системного характера. В итоге чиновники заявили, что готовы сесть с недовольными за стол переговоров и урегулировать ряд вопросов, решения которых в их компетенции.